Эта двухэтажка находится по улице Филатова. Когда появилась проблема с напряжением, Виталий Тихонов уже не помнит. Из-за постоянных перепадов в квартире часто не работает бытовая техника – холодильник, электропечь, телевизор. 120 вместо 220. Для того, чтобы посмотреть телевизор, пользуемся специальным прибором, он стоит там возле телевизора, трансформатор, который повышает напряжение. Ну, мрачно. Холодильник тоже, электроволновка вообще не работает. Около полудня напряжение в сети – 170 вольт. По вечерам показатель снижается почти вдвое. У Ольги Ляминой маленький ребенок. Говорит, постирать белье и накормить сына трудно. Девушке надоело жить в полевых условиях. У нас электрическая здесь полностью комфорки и печки. То есть приготовить тот же суп ребенку очень проблематично, очень долго. Это раз. Микроволновка вообще не включается при таком напряжении. 100 вольт в сети вечером – это совершенно ненормально. Чтобы решить проблему, жильцы устанавливают термализаторы. Это приборы для повышения напряжения в сети. В среднем такой аппарат стоит 3000 гривен. Но даже он не всегда справляется. Включается вентилятор, он не справляется. Даже бывает вообще он выбивает. Ниже 90 падает напряжение уходящее. Все, он выбивает. Вообще света в квартире нет. Без него еле-еле накал лампочки. Еле накал лампочки. Сейчас включаю поставить в кружке железной. 200-300 грамм кружечка. Она закипает 15-20 минут. Низкое напряжение у половины жителей улицы. За помощью несколько раз они обращались в энергосбыт и районный совет. Мы все время звоним. И нам всегда говорили, что разберемся, да и разберемся. С происполком обращались. И все. И больше никаких действий. За свет мы платим аккуратно, исправно. Никаких задолженностей нет. А такой свет – это невозможно. Пролетарский район обслуживают в региональных электрических сетях. Там о проблеме жителей знают, объясняют. Перепады напряжения происходят из-за большой нагрузки. Виталий Емельянов – начальник участка. По его словам, в 2008 году здесь заменили 40% кабеля. Дело в том, что источником питания является ТП 56-22, который находится на балансе другого предприятия. В любом случае, совместно будет с ними решаться вопрос о подаче напряжения на источники питания, тот, который регламентируется, опять-таки, ГОСТом. Нагрузка ежедневно увеличивается. И прошло уже 5 лет. Как раз пришло время следующего капитального ремонта. Поэтому изношенность линий, она есть, но будет выполняться. На предприятии уточнили. Работы запланированы на первый квартал следующего года. Александр Блиников, Роман Громняк, Антон Шульга, Панорама.